В пятницу 30 октября глава Десногорска Андрей Шубин провёл прямой эфир с жителями города. Встреча состоялась онлайн на официальной странице администрации Десногорска в социальной сети Instagram. Главе города поступило более 30 вопросов о текущей обстановке в Десногорске. Жители активно интересовались благоустройством, а именно темой детских площадок во дворах и обновления дорожного покрытия. Если мы до 2017 года решали проблемы локально путём проведения ямочного ремонта, то сейчас мы подходим к решению этого вопроса комплексно, для того, чтобы дворы были современными и комфортными. Поэтому для того, чтобы попасть в этот проект, необходима, соответственно, инициатива жителей. Благоустройство придомовой территории уже не первый год проводится по программе формирования комфортной городской среды. Этот проект глава города считает реальной возможностью для ремонта дворов Атомграда. На 2021 год, вот один дом я уже озвучил, это дом номер 178. У нас в программу входят дом номер 1 микрорайон, дом номер 7, 1 микрорайон дом номер 14, вот 6 микрорайон, 178 дом. И еще у нас, еще получается, одна придомовая территория и общественное пространство. Это у нас 4 микрорайон. В части, касающиеся домов 2 микрорайона 12, 13, 14, 15, решение благоустройства этой придомовой территории, ну я говорю, как бы комплексно, будет осуществлено в 2022 году. Кроме того, важной темой остается городское освещение. В этом году был реализован энергосервисный контракт по ремонту и замене устаревшего оборудования. Во дворах и на улицах города были установлены новые энергосберегающие лампы. Но, как выяснилось, иногда для их корректной работы требуется значительная наладка. Есть у нас еще участки, где маломощные оборудования, к сожалению, вот, дают такие проблемы с боем с освещением. И в течение, вот, я думаю, что текущего месяца, ноября, мы эти проблемы тоже закроем. Будет ли ремонт автовокзала, также вызывает вопрос у десногорцев. Приобретение объекта в собственность муниципалитета стало значимым событием этого года. Но качество автовокзала действительно не соответствует духу времени. На следующий год мы планируем привести его территорию в порядок. Это и ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт уличного освещения, ремонт перона, ну и, соответственно, зал ожидания для того, чтобы наш объект инфраструктуры привести в достойный вид. Признав пандемию серьезной проблемой в том числе и для Десногорска, Андрей Шубин анонсировал скорое открытие ПЦР-лаборатории. Она уже работает в тестовом режиме на базе Центра гигиены и эпидемиологии и скоро сможет принимать десногорцев. Также глава города поделился личным опытом противостояния коронавирусу. Я две недели находился на карантине, у меня супруга переболела ковидом. Вместе с ней, вот я находился в течение семи дней в ковидном отделении, я посмотрел, как работают наши врачи, персонал изнутри. Поверьте мне, они все профессионалы своего дела и делают очень большую работу. По окончании трансляции Андрей Шубин призвал горожан не умалчивать о проблемах, которые они замечают в городе, а обращаться напрямую через соцсети или в приемную в здании администрации. Свой опыт прямого эфира глава признал удачным. Я считаю, что это здорово, современно и очень классно, потому что многие вопросы решаются очень оперативно. И мы из первых уст обменяемся информацией. Глава города планирует продолжить подобную практику общения, предварительно посчитав разумным проведение эфира раз в месяц.